всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 сегодня на обзоре у нас картеры пост 2 версии 2 и 6 версии игры spintires 03 03 16 автором данной карты у нас является богельман дмитрий хорошо любить и жаловать так ну что ж достаточно такая вроде как интересная миниатюра честно говоря рэпхоз рэпхоз знакомые вроде бы название но по данной карте я еще по моему не ездил вот почему не ездил не знаю почему не видел не помню как-то так вот но могу сказать следующее нет давайте не буду говорить следующее лучше я прочитаю наверное описание описание знаете такое портяночное то бишь длинное вот так что ребят давайте мы послушаем то есть я буду читать а вы послушайте значит нужно перевести гаражные части в новый гараж для этого даны два грузовых прицепа их найдете рядом со старым со старым демотивированным гаражом то бишь поломан после этого придется обслужить 5 пилорам но это само собой разумеется для игроков в режиме аркады задача облегчена так как лесоповал находится возле нового гаража любителям же покатать в симуляторе таковым является автор то есть автор тоже любители катать симуляторы нужно будет доехать до точек погрузки бревен и то есть ну и по обычному сценарию на карте много прудов есть пересохшие карьеры лесная холмистая местность присутствует много луж как глубоких так и не очень любите простора и альтернативных путей предусмотрено возможно срезать ну срезать то мы все любим так местность папа болотистым и в ма господи по топлив местам или блин что-то у меня зрение вообще жить пара очки напяливать так баба по болотистым и по топливным местам или через редкий редкий лес в отличие от первой части карта стала много сложнее на мой взгляд интереснее вот ну может быть и интереснее то есть я пользуюсь случаем ребят попал как раз на то то что интереснее не то что было до этого то есть я до этого не играл в эту карту значит на карте 11 точек разведки 5 пилорам один лесоповал аркада 5 точек 2 точки погрузки 1 гараж заблокирован 1 а заезд то бишь заправка из автомобиля доступно но можно поменять краз 255 2 штука у вас 469 1 штука 1 слот для выбора значит скрытые 255 размеры карты 1024 на 1024 чтобы шкм на км сложность выше среднего автор бухгельман дмитрий если вы хотите поддержать автора веб-мани вот вот маленький у меня тоже есть веб-мани кстати веб-мани яндекс деньги и что там еще у меня есть короче все это в группе но толку никакого нет вот ладно описание было длинное уже принципе пора обзор заканчивать я только описание закончу вот ладно принципе да можно вот эти 255 255 менять смело 449 тоже можно у вас менять смело вот что принципе я сделаю поменяю 469 на урал витарган и поставлю еще как раз бандит и пожалуй давайте стартанем стартанули только стартанул уже значит полный топливный бак а вон крас стоит дать пересядем посмотрим они да не достаю я до него крас тоже полный ох вот и они телеги стоят прям рядышком все ешкин кудряшки а пилорама прям тут сразу посмотрим на карту карты йокарный бабай что называется дорогие друзья на самом деле очень большая максималка сказать не как говорится не взять не отнять вот так ладно я перепрыгиваю урал витарган будет у меня головным автомобилем вот и собственно говоря делаю я следующее план 255 пускай здесь тусуются а я пожалуй воспользуюсь своими любимыми автомобильчиками уралом витарганом и кразом бандитом как раз бандит вообще чуть последнее время но и не востребован вот поэтому надо все таки его немножечко так скажем на обзорчиках порекламировать маши да я стопудовую многим многим востребован кредо чудненько так ориентир поставлю ориентир у нас ориентировочно где-то вот сюда вот то есть это куда-то оттуда будет ехать да ну ладно давайте я туда собственно говоря умолясь подтянусь до прудиков тут конечно но я в принципе видел миниатюру видел скриншоты этой карты на самом деле тут очень много знаете ли таких прудов каких-то непонятных такой щели как смотрится малость как отстойники какие то есть такие прямоугольные искусственно созданные если вот как бы брать реализм да посмотришь вот прямоугольные четко прямоугольные явно создали искусственно созданные как отстойники своеобразные главное чтоб не воняло я не хочешь давай еще поближе супер так ну вот собственно говоря мы с вами как-то я был скучно давайте так хотя бы молодец так завожусь я завожусь и поехали куда ты меня тропинка заведешь то интересно вообще конечно мне были точки разведки боишься параллельно по открывать бы полетесь таким палки торчат они так любят урона носить чаще всего все застрял что но на самом деле ребята хочу обратить ваше внимание на то насколько красиво сделано карту то есть есть на что посмотреть что называется блин а вот здесь куда мне поехал правее или боли вообще тут вообще глушняк теменький мотив так налево если поеду то я там давайте я наверное отцеплю потом прицеплю давайте я съеду возьму точку разведки она где-то здесь неподалеку вроде как и ложки вот это грязюка топовая грязюка где . что она мне казалось что будет несколько ближе ой вообще она где-то там ой она вообще на той стране ёлочки а я никуда поехал вообще молодец какая что называется руки из-за не с того места так ну вот принципе ребят я уже подчатки доехал до точки разведки прикольно сделано мостик такой таран-таран там вообще классно сейчас я все увижу чпок я все вижу лучше аналогично но я в принципе правильно ехал почитая на лесоповал что . поставил на хрена мне с половиной в гараж ну а где гараж а гараж рядом с лесоповалом все верно так так вот сюда потом какую-то сюда вот сюда и вон туда короче вот фан давать да и сдаю я назад обратно возвращаюсь в свой паровоз и поедем дальше эти маленькими писался надо поровнее встать блин нравится мне вот эта карта реально нравится ребят очень красиво сделал буквально вот я только начал мне она уже нравится бывает все гораздо хуже город здесь же ничего плохого я пока еще не вижу никаких косячков тем более ребят это уже далеко не первая версия соответственно я думаю автор над этой картой поработал много-много раз вот и косяков уже быть на этой карте не должно я так думаю надеюсь в это и верю что так туго едешь как будто у тебя на прицепе красный сеть и опыта это я это чё а мне здесь надо налево повернуть да вот сюда да все верно вписаться бы еще сюда деревьев что-то расплодилось мать честная вроде бы казалось бы дорога а деревьев тут ё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о чудеса ну давай ланте ну ножки вот о пролез паровоз мой мой паровоз летит вперед ни шагу назад только вперед не а гараж вообще на самом деле поэзия открывается я так предполагаю потому что вроде как никаких сложностей с открытием гаража я здесь я так думаю не испытаю это я честно говоря сейчас такой так скажем инфраструкционный обзор до этого на этой карте я не был ни на первой версии ни на второй вообще никогда до этого я на этой карте не был вот и соответственно я сейчас еду в первый раз не знаю вообще что меня здесь ждет честно говоря прям диву да и сам от себя от того что у меня вроде как все пока что очень даже неплохо получается так давайте посмотрим а все еще по прямой да нам на дверь все еще по прямой он там точки разведки я не знаю как эти точки разведки когда их брать я вообще хочу гараж открыть ну вот вроде бы по прямой но здесь по моему не будет прямой дороги или будет давайте сейчас собственно говоря оценим это по обстановке там он тоже четко как не то дорога не то чё это чё это а не прямая дорога здесь есть я думал сейчас здесь какая-то ображена будет либо болотца либо прудик нифига подобного все четко ребят прямо едем собственно говоря мы сейчас с вами попадем новый гараж там мы сразу с вами оценим новый лесоповал то есть лесоповал старый гараж новый ух ты вот эта дорожка здесь из серии сада маза ооооо какие здесь горы так лесоповал я вижу гараж где новый а мне надо налево где то вот здесь вот сейчас поворачиваю прям гараж там ну давайте посмотрим на новый гараж где новый гараж я не понимаю честно говоря Зданий я, по крайней мере, никаких точно не вижу Новый гаражник Это прям, смотрите, землянка какая-то Вот новый гараж Мы приехали в новый гараж, ребята, смотрите Новый гараж это у нас будет сортир Печально, конечно, отчасти Так, ну ладно Сортир значит сортир Все равно карта мне нравится Так, на чем бы покататься, я не знаю Ну давайте, наверное, традиционно я буду кататься Все-таки на Урале-Виторгане Вот, установлю на него все самое необходимое Там а-ля, а-ля, а-ля А-ля таран, а-ля прожектор А-ля топливную цистерну Цепи на колеса Вот такое стандартное движение, да? Для бороздения карты Вот, по заправкам По заправкам Что у нас здесь по заправкам? Хрен знает, что это по заправкам Я бы вот эту точку тоже открыл бы, на самом деле Хотя она не столь принципиальная Надо мне вот эту точку открывать Пускай там чернушка такая останется, я думаю Вот, ладно, давайте поехали к этой точке В принципе топлива у меня более чем предостаточно Для покатушек Конечно, оно кончается ратно или поздно Но я думаю, мне этого хватит Может быть даже каким-нибудь волшебным образом на заправку попадем А здесь что? Мостик есть какой-то Ну ладно, он мне пока что не интересен Может быть зря, конечно, он мне не интересен Может быть он мне и пригодился Был, да что ж эти палки-то прям лезут Как хотят Благо хоть урон не нанесся Смотрите, как они здесь Лежат нехорошо Не, таран вещи, это, конечно, хорошее Вот если бы не таран Я сейчас бы схлопотал бы там, конечно, кучу урона Благодаря тому, что у меня есть таран Я еду очень даже ничего Вот, пожалуйста, урон Блин, ну ты зараза такая Так, а здесь что у нас? Каб-з Конец карты, да? Куда-то меня дорога привела А? Какая-то нехорошая дорога Ну, как было сказано автором Можно, да, здесь типа пока щунить Проезжая через редкий лес Ну вот, оно, в принципе, знаете Намек на дорогу-то Что-то я просто не совсем хорошо посмотрел Так-то он на самом деле Вот, проезд присутствует Главное тут не захлебнуться Вот, наверное, вот эта веточка Это ориентировано на то, что типа здесь мелко О, ну зато здесь грязно Маленечко начинаю подбуксовывать Но не сильно Ах, давай-давай, родной Давай, выкозюливайся Повороты такие, вы знаете ли Очень даже все крутые Присутствуют такие наклоны То есть будете ехать с бревнами Будьте аккуратны А то прям чебурдык туда водичкой будете Хрюкать Так, ну прям на вышке у нас здесь расположена Это точка разведки Вот, смотрите Ну, чем не отстойники, ребят? Ну, сами посмотрите Похоже же на отстойник Такие вот искусственно созданные дороги Ля-ля-та-по-ля То есть вот реально смотрится как отстойники Так, ладно, поехали дальше Давайте прокатимся вот до этой точки разведки Не знаю пока как Вот, вообще еще хотел бы узнать Или на точку погрузки посмотреть Как там вообще автор все это сделал, облагородил Вот, может там должно быть все вроде как Красиво должно быть Все-таки колесоповал, да Для режима симулятор Тем более, что автор сам любит режим симулятор Соответственно должно быть там все чики-пуки Давайте я вот так вот Покощу не маленько Прямо вот на прямки Как ломанусь тут Так, прямки мои, по-моему, сейчас закончатся Там что-то как-то очень обратно Вот здесь есть более адекватная дорога Для адекватных людей Да, кащу не там, конечно, это было безумие бы Сейчас бы засел там по самой неболусе И сидел бы Хрюкал бы В отстойнике Не, ну вот так вот смотришь Вот вроде вот Если вот вздирать, да, вот так вот Конечно, на отстойники это не похоже Вот, а если Давайте вот здесь я попробую У меня идея родилась Вот здесь вот Вот здесь вот сейчас поеду Как я вовремя оторвался О, вы смотрите, я забуксовал Что ж мне не дает-то? Веточка, что ли, не дает мне проехать? Я чуть не пойму Да, ну нафиг Или я там чем-то тараном уперся Не знаю, аля в камушек какой-нибудь Или еще что-нибудь подобное Не могу проехать и хоть убейся Смотрите, назад вроде идет Очень даже бодро А вперед вообще ни в какую Во что я там упираюсь? Э Дмитрий, ты чего туда напихал? Ты расскажи мне потом какую Блин, ну ветки прям какие-то Я не знаю, какие-то мутагенные Гей-богу Прям вообще не поддаются К этой, к дрессировке Не ломаются ни болта Так, я точку разведки не проехал Ну, да мне еще как до пекина Рока, до этого лесоповала До точек разведки Так Ну что ж, очень даже не плохо Давайте сюда теперь, наверное, да? здесь мы въезжаем в зону мрака тут у нас то есть пока нет еще никаких . разведки открытых здесь у нас темень на карте куда я еду опять же у нас здесь импровизация начинается такая лайтовая принципе ориентир понятен но тем не менее не шибко понятно вообще куда ехать и откуда не дорога дорога ты где я конечно прекрасно понимаю мы ничего не понимаю и пучок здесь надо ехать не но я на своем урале конечно проеду я больше чем уверен а вот люди которые ездят на более адекватных автомобилях нежели у меня что им делать неужели тут дефолт с легкостью проедет безумно интересно сам с легкостью наверное вряд ли но про и вот ну смотрите ребят на самом деле дорога очень сделано красиво оформлено просто все замечательно вот корешки такие на дороге лайтовая грязючка такая присутствует при очень все красиво сделано молодец все-таки дмитрий что замутил такую карту вот две точки погрузки пожалуйста в режиме симулятор четвером вот гораздо быстрее совершится ваша погрузка ну со спавном бревен здесь все понятно в принципе все должно идеально грузиться так ну что поехали давайте наверно доедем до этой волшебной точки разведки как пенек зацепился насколько она далеко я честно говоря не знаю и как не проехать полегче я тоже не знаю давайте попробуем здесь проект что называется не заморачиваются ли у там правее может быть будет более адекватная дорожка короче надо ребят все экспериментировать не все так просто как хотелось бы пеньки какие-то засранчатые мешают мне ездить так здесь у нас ребят болотца ооо душевно благородная ну нет не закопался давай давай родной я верю тебя главное чтоб на этом холме грязи не было тут точная досягла он поближе к дереву движемся к дереву к дереву к дереву давай 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 родной еще немножко еще чуть-чуть хопа зашибись вообще шикар а тут посмотрите какой сюрприз ты ешкин кот давай назад сейчас бы я туда чебурахнуться а вот и . разведки ахаха как вас так открываем с вами точку разведки какой то здесь вагончик перевернутый очень надо быть таким варваром чтоб вагон так перевернуть его так на какую бы точку съездить давайте наверно эту потом у на ту съезде тут наверно дорога должна быть ехать а солярка то у меня маленечко ты знаете так подтаивает 1 четверть тоже вы точно уже выкушатая вот уж выкушатая значит сказал короче потратил уже 1 4 эту стопу долл ну вот здесь дорога есть вроде как ну или что-то приближенная к этому шикарно я все-таки обожаю свой автомобиль для обзоров ребятам вообще просто идеале едет где хочешь пролетает где не хочешь так давайте искать день здесь какой-нибудь просвет а вон там дорога есть не надо никаких просветов искать не красивая карта блин я больше чем уверен что автор затратил на эту карту большое количество времени классно сделано вырезался все первое не воткнул я что а здесь можно проехать по этой стёжке вон она . разведки да смотрите как она спряталась а я здесь интересно проеду нет ну что дерево не повалю это факт давайте попробую здесь по окраинке главное не шмякнуть это тот момент когда хочется чтобы твой автомобиль стал безумно маленький но в принципе знаете вот здесь такой намек на колею присутствует так как нанесена здесь грязь говорящая о том что туда здесь можно проехать и вот здесь вот можно проехать вот так что очень даже ничего смотрите как смене сменяется ландшафт и местность вроде бы были на каких-то болотах здесь уже так все подсушено очень классно сделано ребят красиво на самом деле так ну куда еще подойдемся с вами я не знаю честно говоря может быть попробовать сюда ну ну ладно давайте сюда поедем а у меня вот заправка здесь рядышком рядом с 255 метров а возвращаться туда же прям не охота лан давайте скатаю на почем не хватит топлива насколько и скатаю так налево мне надо здесь ой ой засел ой давайте указали вас я сейчас по хребетику этому проеду так здесь у нас какие-то валуны валяются мешают нам ездить болен одесса не пролезу они проезд смотрите-ка таран это великая штука ну нифига си я уже возле точки разведки думала сейчас будут ездить тут еще блин круголя наворачивать а тут хопа березку завалил и вот она . разведки так вот она че ребят получается он успела рамка ля-ля тополя так увидим к этой точке разведки здесь по большему счет прям по прямой по дороге особо не заблудишься ну в принципе знаете ли сюжет карты понятия я открыл гараж да вот я думаю здесь всем понятно уже что нужно будет делать вы смотрите домик затоплены прикольно вот что у меня ппс маленько просела непонятно от чего наверно домик увидел и ппс просел давай 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 выезжайте желтые цветочки клаа красивые необычные потом на все привыкли к фиолетовым пожелтели они наверно за счет болота то что есть болото нанесено ну в принципе вы знаете ли вот на одном баке я открыл гараж от проехал практически по всей карте вот в принципе очень даже все легко и просто грязь присутствует безусловно она есть но достаточно легко проходима и смотреть домик стоит какой-то жилой давайте прям грязь и они наверно не полезу проеду вот так вот я открыл давайте последнюю точку разведки я вот это вот открою на этом пожалуй наверно все-таки закруглюсь как мне на нее попасть как мне на нее попасть отдавать вокруг дома нет не критично уже кстати темнеет пора уже закругляться на самом деле как мне надо здесь направо а будет дорожка вот на эта дорожка на дорожка вы знаете ли такая не шибкая легкая под наклонами какими-то так а здесь там никуда и что я тут понагородил вообще фиг на черт а ну вот все верно давно сюда вот на ночь наступает у меня стоит мод белые ночи за что огромное спасибо рамахи вот так что сильно темно у нас с вами не будет так серенько но на самом деле ребят не знаю как вам лично мне карту очень нравится визуально она сделана очень красиво ездить по ней очень приятно и досягнутся вот респект автору за столь интересную карту удалечу не забуксовал как раз сделано для тех кто любит кощу все я застрял я уперся тараном и подниматься оттуда машина не нефигасе а я по моему не вылезу отсюда да походу я отсюда не вылезу утопил я свой урал по ходу белых а ой-ой-ой урон наносится а не надо мне урона выползает 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 давай мне бы как-нибудь здесь и загнуться бы из лопчиться бы чтобы мне он туда попасть наш было нифига подобного ребят не хочет не вылезу не вылезу и палочек то по ходу здесь никаких нет вален вот мне не повезло нужно же было так не будет бултых мукска палочек что нет давайте посмотрим отдалимся нету палочек то цепляться не дошло прикиньте подстава такая почти все проехал почти все открыл и на тебе утопил машину свою ну почему-то выезжать не хочешь я конечно понимаю что тут достаточно так все круто далеко не полога но тем не менее мог бы и выехать ради приличия а кого-то на помощь можно взять но 255 здесь в принципе вот стоять недалеко давайте попробуем им подсобить так разворачивать сколько надо назад 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 куда пойдем вот здесь заправка давайте попробую сейчас прям сразу напрямки куда-нибудь там выехать ну-ка а у меня здесь крас бандит стоит а не крас у меня возле гаража я же на нем гараж зачем напрямки то у меня получится если вообще проехать не знаю я управляю юху так куда мне там надо если более так левее да левее потом правее здесь как-то с дорогами все так за а ну да все вспомнил где то что я здесь был ну в принципе я уже практически приехал туда здесь ехать и всего ничего рукой подать буквально надо было время перевести что я тупанул давайте это собственно говоря сделаем на другом кразе я думаю он мне не пригодится я больше никого топить не собираюсь вроде как вот здесь я на урале про пролетел вот это место как-то так пропрыгал узнаете ли а вот тут я что-то блин а во второй ямке я что-то засандалился ооо здесь знаете ли тоже не так все просто как хотелось бы ух ты глубокие лужи на самом деле ну оно в принципе в описании было сказано что присутствие лужи как глубокие так и не очень вот и все вот так вот надо помогать уралом гитарганом так присаживаюсь ложки вот посмотрите какие здесь ямы это офигеть на самом деле я думаю блин а дефолтным транспорт здесь будет крайне тяжело кому-либо проехать уж если так себя ведет урал гитаргана ребят а я думаю многие знают его проходимость не понаслышке а именно сами в десяти лет автомобиль и катались на нем и проходили карты вот насколько же будет тяжело проходить эту карту на двух полных транспортов я честно говоря прям затрудняюсь ответить ну проходить я пока что еще не планировал вот но обзорчик я честно говоря записал можно сказать с огромным удовольствием карта на самом деле хороша красивая интересная даже не знаю что еще при даже добавить единственное что могу добавить это спасибо автору за данную карту ну вот собственно говоря это точка последняя точка которую я хотел бы открыть на этом обзоре можно сказать всю карту я открыл может быть там за исключением там сколько раз два 3-4 точки разведки я не открыл но они особо большой роли мне кажется не играют здесь к пилораме подъехать можно раз два места а то может даже и три вот здесь тоже что-то есть такое вот потом что здесь еще у нас скрыто что принципиально важно это не принципиально абсолютно вот она пилорама дорогу видно вот здесь вот точка разведки ну тут тоже пилорама никакой нет подъезд вот пожалуйста я думаю дорогу здесь каждый найдет где проехать вот тоже не принципиально это пилорама тоже это точка разведки тоже не принципиально потому что вот она очевидная дорога сюда то есть в принципе принципе ребят этого вполне достаточно вот открыть чтобы пройти карту вот на этом я пожалуй закончу всем большое спасибо ребят за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу вконтакте витарган скачать данную карту вы сможете на сайте ст мод в моей группе увидев ссылку под видео всем спасибо и всем пока